В этом видео я расскажу краткую историю битв в нашем пластилиновом мире. Я наглядно и схематично покажу, кто с кем воевал и каков был результат этих сражений. Итак, изначально мы просто собирали солдатиков и игрушки, делали подделки из пластилина. Как мы пришли к идее игровых битв, смотрите в фильме третьем «Идеологическая основа для создания пластилинового мира солдатиков». Когда фигурок у нас накопилось несколько сотен, мы стали их называть русскими. Тогда нам с братом было лет 7-9. Все вновь появляющиеся у нас игрушки уже не являлись частью этого сообщества. Мы их окрестили врагами. Так произошло первое деление на части наших игрушек. Появившиеся два блока стали сражаться друг с другом. Оружие было разным. Про это мы еще поговорим в последующих фильмах. Сейчас главное понять общий процесс развития истории игрового мира. Основная идея всех этих битв была в том, что на русских нападают враги, которые непременно проигрывают бой. По правилам, все убитые в бою, оживая, становились на сторону победителя. Население Руси от битвы к битве росло. Мы решили приостановить нападение врагов на Русь. Враги стали копить силы. В это время к нам пришло осознание, что главный враг русских – это немцы. И мы стали называть этих солдатиков именно так. Все появляющиеся новые отряды солдатиков и игрушек сражались теперь уже с немцами и вливались в их армию. Примерно в конце 1991 года, когда нам было 9 лет, на Руси накопилось порядка 400 фигурок, из которых сотня была вооружена. В этот момент население Германии было чуть более 200 фигурок. Большинство из них были без оружия. Как водится у детей, бой был бессистемный и хаотичный. Неподготовленная атака немцев привела к плачевным последствиям. 204 немца было убито, русские потеряли 50 воинов. Все убитые перешли за русских. Немцев осталось несколько десятков. После этого мы решили, что больше исторических битв между русскими и их противниками немцами пока не будет. Мы хотели накопить большое войско для немцев, чтобы битва была более или менее честная. В тот момент мы толком не знали, сколько вообще у нас солдатиков, так как мы подсчеты не производили. Вся остальная история битв сводится к тому, чтобы создать большой антирусский блок. А русские сражались друг с другом за лидерство внутри страны, а также отражали попытки ограбления со стороны внешних противников. После того, как антирусский блок достигнет численности и силы войска такой, что сможет тыгаться с русскими, должна была произойти битва народов. Свеобразный армагеддон. Во всю эту борьбу народов вмешалось еще одно обстоятельство. Наши школьные друзья приходили к нам поиграть и видели наших солдатиков. Мы играли с товарищами, и им наша игровая система нравилась. Двое наших друзей решили собрать свои армии и сразиться с нами. Лидером этой идеи был Зотов. Эту подготовку к большой войне мы назвали Зотовские войны. Битва так и не состоялась. Наши противники смогли накопить слишком мало войск, им не хватало усидчивости. Но этот конфликт подтолкнул нас к созданию устойчивых правил для игровых сражений, привел к массовой милитаризации игрушек с почти стопроцентной мобилизацией. Это был один из ключевых моментов в развитии нашей игровой системы. В серии многочисленных битв Германия вновь возродилась. Появляются новые народы, такие как татары, тефтонцы, македонцы. В мае 1993 года мы создаем новый народ и называем его Греки. Такое значение мы ему придавали, я говорил в прошлых фильмах. В ходе многочисленных битв этот народ станет лидером антирусской коалиции и поведет ее на битву народов. Русь пополняется гордым селезнем, а позже и союзной римской армией. Раскрывать весь сюжет сражений я сейчас не стану, чтобы сохранить у вас интерес к просмотру видео. Впереди вас ждут эпические битвы с участием сотен воинов. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал.